А творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Что, читаем. Сейчас я засняла очередное мое видео, мои программы, 2 часа и 58 минут. Со мной Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. В общем, изучаем книжки Натальи Правдиной «Секрет любви и секса». Ах, пахнула сигарами. Пахнула сигарами. Ах, впечатлиться этим миллиардером. И вторую книжечку. «Ты будешь счастливой, я помогу». Наталья Правдина. Ну, они уже уезжают в ДПС. Ну, все, они там документы проверили. ДПС уже уезжает. А, нет, оно еще не совсем уезжает. Оно паркуется, да? Передвижной пункт технического контроля. Передвижной пункт технического контроля. Получается, там не совсем документы, наверное, в порядке. Не, ну, конечно. Но кто возит песок после 12 ночи? Здесь просто производились очень большие шумы сегодня ночью. А сегодня я посмотрела, смотрю, вот такая активити здесь вот. Напротив Майхокона, наверное, 20 кубометров этого песка. Привезли какие-то такие, я не знаю, там, строительные что-то какие-то, как это называется. Точно не могу сказать. Я надеюсь, что они строительные работы будут днем производить, но никак не ночью. И с ними вместе приехала вот эта полицейская ДПС. Я просто такие вот эти вот широкие из бетона, как это называется, как правильно это назвать, эти штуки, видела, что прокладывают в них вообще кабеля, кабеля. Ну, это, может, как анонс, анонс моей программы, очередной программы. Ну, в смысле, не вот это, я просто вам показала пейзаж. Просто вам показала пейзаж. Ну, я просто обратила внимание на то, что, понимаете, на этот, на шумы. На шумы, которые производились, в общем, как-то вот это вот. Сейчас посмотрим, загрузилось ли у меня, загрузилось ли у меня видео. Сейчас посмотрю, загрузилось. Ну, наверное, оно загрузилось, видео загрузилось. Сейчас это буду загружать. Пейзаж. Ну, и, конечно, «Секреты подцветания» Марк и Элизабет Профит, книга из моей библиотеки. Я просто веление читала, а здесь к каждому велению еще есть пояснение написано. Перед каждым велением здесь еще есть описание. Смотрите, девятый секрет «Процветание. Положитесь на Бога». Это означает, что мы не рассматриваем людей как источник нашего обеспечения. На заре деятельности нашей организации, которую я основал с помощью Вознесенных Владык, это пишет Марк Профит. Как интересно, он основал организацию с помощью Вознесенных Владык. В ней состояла женщина, имевшая более 16 миллионов долларов. 16? Мы думали, что она собирается оказывать нам поддержку. Такова человеческая логика. Нас постигло различайшее разочарование и по заслугам, потому что у нас появился другой ангел, и каждый месяц давал нам несколько сотен долларов. Но неожиданно эта женщина вышла из себя на пустом месте и перестала посылать нам столько денег. Мы перестали видеть в людях источник нашего обеспечения. Мы всецело уповали на Бога. Это еще один секрет изобилия. Не полагайтесь не на одного человека. Положитесь на Бога. Так что вот. Моя жена, Элизабет, обладала гораздо лучшим представлением об изобилии, чем я. Я рос сыном фермера и ничего не имел за душой. Мой отец уехал из Канады, где у него, между прочим, было хорошее ранчо. Он продал его своему отцу за доллар. Затем он переехал в Соединенные Штаты, полагая, что ранчо перейдет к нему после смерти отца. Но его младший брат, который остался дома и работал на ранчо, сумел найти дорогу к сердцу отца. Поэтому тот оставил ранчо младшему сыну. И мой отец оказался ни с чем. Так, я, как говорится, подумала о чем-то другом, найти это, прочитала. Значит так. Ну, в общем, так и написано. Ну, в общем, ладно. Отец умел делать не очень многое. Не имея хорошего образования, он был вынужден зарабатывать тяжелым трудом. Он мог иметь достаток на большом канадском ранче. Но в Штатах ему приходилось нелегко. Он умер, когда мне было 9 лет. Моя мама не была сильным человеком. И она очень переживала, что ей родной приходится содержать 9-летнего сына. Не раз бывало, что в доме было нечего есть, кроме, может быть, двух-трех кусочков хлеба. И так, когда я поступила на службу военно-воздушной силы США во время Второй мировой войны, моя мать была вдовой, вжившей одиноко в маленьком домике на скромные средства. Я отдавал ей свой армейский чек на 25 долларов. И ей самой удавалось заработать около 25 долларов в месяц. Таким образом, на жизнь у нее было около 50 долларов в месяц. И этого едва хватало на питание, проезд и автобус, налоги, содержание дома и другие мелкие расходы. Жизнь была довольно трудной. И когда я вернулся из армии, у меня не было ничего. С Элизабетой было несколько иначе. Она тоже ничего не имела. Но еще в возрасте 9 лет она стала последователем организации «Христианская наука». И изучала их концепции о процветании. Я же прошел обучение в методической церкви. Поэтому существовала большая разница между моим пониманием процветания и тем, как его понимала Элизабет. Начиная эту работу, я немного боялся. Ведь сам испытал, что такое не знать, где ты поешь в следующий раз. Или откуда придет твой следующий доллар. Элизабет же не знала подобных проблем. Она практически с детства была приучена жить с мыслью, что Бог обеспечит ее нужды. Как интересный подход, правда? Практически с детства была приучена жить с мыслью, что Бог обеспечит ее нужды. Многое из моих знаний об изобилии я получила от Элизабет. Бывало, она говорила мне, сейчас Бог хочет, чтобы у нас это было. Поэтому мы должны сделать первый взнос. Я в таких случаях отвечал. Постой, у нас не хватает денег, чтобы заплатить за это. Что это с тобой? Мы не можем себе этого позволить. Она отвечала. Бог может удовлетворить любые наши нужды. Сейчас мы просто собираемся внести первый взнос. И если не сможем все оплатить, то просто забудем об этом. Эта женщина, с тех пор, как я узнал, ее целиком поменял мой образ мыслей. Я бы совсем не удивился, если бы она приехала в Лондон и увидела Лондонский мост. Я, кстати, вот об этом говорила. Что они там, они еще не уезжают? Нет, они как-то вот это вот. Теперь они будут там разгружать эти штуки. И машина ДПС здесь как бы остановилась. Про Лондонский мост я уже бы говорила, что я в этой книжке это читала как раз. Вот Марк Профит про свою жену пишет. Я бы совсем не удивился, если бы она, приехав в Лондон и увидев Лондонский мост, решила купить его и нашла бы для этого деньги. Представляете? Как это он об Лизабет Профит говорит. Потому что она привыкла жить с мыслью с детства, что Бог обеспечит ее нужды. Она бы внесла первый взнос за мост и, вероятно, в конце концов купила бы его. Я уверена, что она убедила бы британскую корону уступить ей Лондонский мост. 119-я страница «Секреты Процветания». Вот читаю книгу. Я об этом уже читала и вам тоже рассказывала. Итак, многое из того, что я узнала о Процветании, было результатом работы владык с Лизабет. Конечно, вы понимаете, что у меня, в свою очередь, было чем поделиться с Лизабет, поскольку мне было дано нечто другое. Я была один из тех, о ком сказано «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». Вдвоем с ней мы смогли открыть много секретов Процветания, потому что отдавали плоды своего труда Саммит Лайтхаус. И это хорошо. Вот так вот он пишет. Там нужно, нужно закрыть, это такой сквозняк получается, немножко на сквозняке. Ну, в принципе, такая лето-лето, конечно, погода-погода, в общем, такая лето-лето. Просто да, они так стали производить те работы разгрузочные. Не знаю, они, наверное, туда, вот сейчас так это более об этом вот, что-то скажу. С ними вместе приехала машина ДПС, проверяла документы у этого водителя, который эти штуки привез. Но почему-то машина этого ДПС так и не уехала. Ситуация так и стоит. Передвижной пункт технического контроля. А так и сегодня я засняла несколько в рамках моей творческой студии позитивного мышления, силы и позитивной мысли. Одно видео я уже загрузила, там на 2 часа с небольшим. И также до этого видео я тоже засняла еще одно видео. И также буду его загружать. А, нет, я два засняла. И сегодня засняла три больших видео. Одно из которых я загрузила. А это такой будет небольшой, в общем-то, анонс. Анонс моих вот этих видео. Так что смотрите мои программы в творческой студии. И с вами Татьяна Салмановна, МакТом, Сайфудин. Теперь каким-то паленым стало. Откуда паленым стало пахнуть? Ну, самое интересное. Этот мужчина ДПС вот наблюдает за тем, как они это делают. Вот что меня удивляет. Я подумала, что он проверит документы. Они все это разгружают. А он пошел вот к ним туда. Может, он контролирует работы. Он сразу подошел, знаете, к этому, к водителю. И там проверял какие-то бумаги. Если идет разгрузка. Я так понимаю, что накладные на этот груз есть. И он дал им добро на разгрузку. Или дело в машине. Может быть, он проверял документы. Татьяна Салмановна еще, знаете, как сценариста интересовалась. Думаю, сейчас сценарист, знаете, бабшука Марфл. И вообще, знаете, что-нибудь такое. Этот Филевин. В общем-то, интересовалась Татьяна Салмановна. Вот эта история. Вот эта история. В общем, они это разгружают. Может, что-то с документами на эту машину. Он пошел смотреть. Сейчас я вам покажу. Ну, это так, между прочим, знаете, как-то вот это. Еще туда машина подъезжает. В общем, такое активити. Такое происходит, такое активити. Ну, у них, знаете, вот эти шумы активити так и были, кстати. Вот. Со вчерашней ночью, знаете, там ночью они гремели. Они тоже песок выгружали. Там еще. А, и вертолет. Ну, вот как мы вас ждем. Прямо сюда. И вот этот ДПС, вертолет. Прямо сюда. Прямо, знаете, как... Прямо на мои окна. Знаете, вот. Прямо такое чувство. Ну, там, конечно, вот по территориальности были. Прямо над нашим домом. Сейчас он будет пролетать. Вертолет. Земля-небо. Вертолет. Чуть-чуть левее он дал. Чуть-чуть левее. На Долгозерную. А, кстати, ну там, может, это показывать вам не надо. Это мой талисман. Талисман. Кстати, я же вам это показывала. Наталья Правдина советует сделать такой денежный талисман. У меня вот сделан денежный талисман. Ну, хорошо. В общем, что. 18 минут позитива. Со мной, Статьяна Салмановна, Мактум, Сайф.